Девушки отдыхают Он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу Так, через диалог автора и героя начинается на сцене Ирбитского драматического театра мини-спектакль по рассказу Антона Чехова «Верочка» Он стал одним из четырех произведений автором, которые были представлены творческим коллективом театра в рамках первого вечера русского рассказа Форма рассказа, материал, который есть в самом произведении, в самом рассказе Он настолько сжат, он настолько кажется маленьким Но внутри так много для игры, так много для понимания человеческой сути, каких-то человеческих отношений, ситуаций и так далее Что-то очень интересно осуществлять актерски на театре Кроме «Верочки» в этот вечер зрители смогли увидеть сценическое воплощение других рассказов автора «Конетель, беззащитное существо, рассказ госпожи Эн-Эн» И каждый был не похож на другим, что определялось не только тем, как сам автор написал текст первоисточника Но и тем, как строилась работа над его постановкой Для нас это экспериментальная такая работа, потому что она в основном строится на самостоятельном творчестве актеров Актеры сами предлагали материал, в большинстве о своем Они искали костюмы, они искали реквизит для себя Они изучали Чехова и его произведение, сам материал Мы шли к показу через тренинг, через упражнения, через этюды Ну а что получилось у творческого коллектива театра, зрители еще смогут оценить в январе, когда пройдет премьера спектакля Ведь в этот вечер показ был предпремьерным и благотворительным Собранное здесь средство Вербицкий драматически перечислил своим коллегам Актерам Серовского драматического театра имени Чехова, которые недавно попали в чудовищную автомобильную аварию Ну а проект «Вечеров русского рассказа» только творчеством Антона Павловича ограничиваться не будет Актеры будут представлять инсценированные рассказы того или иного автора Будут читать эти рассказы, будем обращаться к писям, воспоминаниям, творчеству самих авторов Актеры уже поняли вкус, уже поняли формат, как это все будет происходить Я думаю, что за следующий год, не сезон, а год, а 24-й, мы по крайней мере еще два вечера сделаем Ну у нас в планах Шукшин и Бунин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!